всем привет мои хорошие у нас на улице сегодня пурга видите прям пурга пурга но мы с вами не про пургу мы с вами про орхидеи сегодня без субстрата вот так будет лучше сразу покажу что у нас тут бутончики наливаются скоро скоро мы откроемся вот так вот мы живем здесь кусочек коры и подложила когда-то для того чтобы она просто плотно сидела сейчас его можно убрать но я думаю что она его уже обхватила и не отдаст поэтому орхидейка живет без субстрата хорошо себя чувствует кстати постоянно цветет можно даже посмотреть именно это орхидейка тоже у нас купалась вот все ее срезанные цветоносы я уже много раз вам говорила чем мне нравится внизу у нее чуть-чуть мха прям на донышке ведь он сухой сухой также как он и корни у этой тоже капелька это я уже потом в процессе его подложила могу даже показать вам что у нас тут творится а тут у нас куча корней вот так вот видите проталкивала мох листик съедает давно никак что-то не съест там он чешуйку надо снять здесь тоже у нас вот такие вот корнюхи видите ракушки когда-то укладывала чтобы корешочки не убегали из горшка и в итоге так они остались вот этот корешок заломила потому что он сюда выбежал я его проворонила но это же цветет моя красавица сейчас без вспышки покажу более правдивый цвет без вспышки очень красивая здесь фата маргона доцветает последний цветочек уже остался все и покажу вам сейчас как же я их поливаю именно вот эти орхидеи которые давно так живут вот так беру леечку можно ковшечек вот думаю вам видно сколько я налила воды эту воду я оставлю там внутри мох он тоже в себя впитает какое-то количество у этой орхидеи вот эти корни все были сюда помещены только воздушные так вот этой орхидейки вот столько налила сейчас чуть позже покажу как они напьются вот это очень хорошо поднимает всю влагу наверх вот это нет потому что вот эти все ее корни это воздушные корни и не видно как они зеленеют но она пьет раз она цветет постоянно вот у нее тоже цветоносы срезанные значит она пьет и ей это хватает теперь напоим вот эту орхидейку столичка вот так вот налили ей водички там тоже чуть-чуть мха его даже уже практически не видно корни оплели полностью все видите они сразу начинают зеленеть и завтра уже вот этой воды что я налила не будет так идем дальше отсюда я унесла сейчас вам покажу в другом месте они уже стоят ждут полива вот орхидейка у нас жила тоже без субстрата но она практически здесь тоже у нее мы с вами вместе насыпали это моя беляночка красавица вот она тоже болела и очень хорошо приняла вот такую посадку потом наверное вот через год я ей тоже сюда просто напихала промеж корней вот так воздушно мог и чуть-чуть коры и все и вот так вот она у меня живет шея там свободная легкая не касается не мха не коры и очень нравится мне с некоторыми орхидеями вот такое делать так сейчас девочки она высоко стоит так мало мало много пьет очень много попить любит вот они сразу начинают весь этот ком зеленеть но теперь пойдемте напоим другие орхидейки это уже зеленеет мы еще с вами никуда не ушли видите уже как пьет вот они зеленые уже делаются там растущие корни это тоже понемножечку начинает уже пить вот с этой стороны видно в этой вверх я вам уже сказал не позеленеет такой посадки очень мне нравится и зимой и летом орхидеи не замерзают зимой и летом не парятся когда летом сильнейшая жара в основном орхидеи очень страдают от того что субстрат прит здесь прит нечему вот такая вообще вот эта лошадка у меня которая кстати постоянно цветет вот у нее цветонос опачки почку пробудила опять вот эти два новые у нее цветоноса здесь нет вот здесь почку пробудила так что опять будем цвести здесь доращивает уже сколько сбросила вон цветов и еще доращивает пошлите поить другие орхидейки ну и вот они еще две красавицы которые были посажены в без субстратное содержание будучи на бутонах как вы видите сейчас не пролить бы бутоны мы открыли прекрасно цветем и потихонечку адаптируемся пенопласт подкладывала для того чтобы они тоже просто хорошо хорошо держались в этой посадке сколько чуть больше месяца вот эти орхидеи у нас с вами без субстрата надо было показать корни видите как усыхают они же не привыкли жить без субстрата но ничего не паникуем и продолжаем периодически просто ее полностью заливать водой она привыкнет и будет пить так же как предыдущие орхидейки которые мы с вами по или предыдущие архи орхидейки я подливаю им водички вот так на донышко буквально раза один раз две недели вот так сейчас принесу еще воды а вот эти орхидейки которые не так давно были пересажены в такую посадку они конечно вот смотрю по их состоянию уже они купались кстати у нас с вами так здесь надо мне двумя руками и и поить потому что пенопласт поднимает ее наверх сейчас залью и вам покажу все я их обеих залила у этой тоже видно что корешочки такие подсушены ничего страшного в этом нет главное чтобы тургор был хорошая турга хороший в такую в такие посадки я сажаю капризные орхидеи которые ни в чем не хотят расти и у нас уже месяц мы без субстрата вот он новый корешок вот такой шейка длинноватая но ничего страшного здесь вот так подсох листочек тоже не проблемно сейчас они адаптируются и шикарно начнут расти а это уже напивается смотрите видите вода ниже хотя наливала воды больше она уже напивается здесь пошел небольшой отек тургор потеряла сразу но ничего страшного тоже это произошло потому что не срезала цветоносы я оставила желательно конечно это делать без цветоносов ну мне не хотелось срезать у нее цветоносы поэтому я все оставила так как есть пенопласт ее выталкивает наверх а мне хочется чтобы и шея там хорошо промочилась вот видите шея тоже мокнет в водичке страшного в этом ничего нет потому что сейчас они минут 20 постоят в воде я воду солью и поставлю их уже в свое обычное место без воды примерно также недельки может через недельку может через 2 буду смотреть на их состояние через недельку я подолью на донышко воды а недельки через 2 через 3 я опять вот так же полностью их залью и как только увижу что они уже в хорошей форме тургор замечательный будет пойдет хороший новый рост корней я буду просто подливать в самый низ воды но потом когда-нибудь мы уберем все те корни которые там просто высохли без субстрата страшного в этом ничего нет паниковать не надо и торопиться убирать их тоже не надо пред ничего там не будет портится ничего не будет орхидея стоит с голыми корнями но эти корни сухие также ее будут питать если вы будете на низ в самый низ подливать водички просто для того чтобы была небольшая влажность думаю кому-нибудь из вас это видео было очень полезно и познавательно есть такие орхидейки капризные у которых то гниют шеи то еще что-то им не нравится то грибы какие-нибудь заводятся в их них посадках постоянно какую бы посадку не сделал такие орхидейки есть поэтому всякие вот такие капризульки орхидульки я всегда помещаю без субстрата если у вас такие же есть попробуйте думаю и вам понравится точнее вашим орхидейкам до проблематично вот первое время вот так вот их заливать водой полностью но потом когда они уже привыкнут все легко и просто подошли подлили и вуаля ну вот и эти постепенно уже напиваются думаю про водопой орхидеек без субстрата я вам все рассказала если вы удобряете орхидеи также можно их удобрять но сначала их надо напоить то есть заливаете полностью водой простой минут десять они у вас пусть постоят в простой водичке простую воду сливаете добавляете в нее удобрение ваше любимое какое вы там любите и опять заливаете минут на пять с удобрением на сухие корни не поливайте водой с удобрением корни все сгорят все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч а у нас пурга-пурга посмотрите главный цветочек страны самая главная орхидейка в моей жизни так марте уж самая главная орхидейка ты мой красавец ой король мой ну и вот такими корнями во мхе не могу вам не похвастаться кстати мох и кору можно приобрести у меня в vk или по электронной почте ссылочки есть под каждым видео вот такая смачная кора и вот такой смачный жирный мох мох у меня двух видов россыпью и брикетами которые я собираю сама для себя и для вас